Итак, как правильно принять решение при выборе лечения? Давайте сразу быстренько пробежимся по теории вопроса. Решение задачи – это процесс выполнения действий или, как называются эти действия, мыслительных операций, направленных на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации и задачи. Так немножко сориентируемся в терминах. С точки зрения когнитивного подхода в психологии этот процесс является наиболее сложной из всех функций интеллекта и определяется как когнитивный процесс более высокого, порядка требующего согласования и управления более элементарными или фундаментальными навыками. И этот постулат оправдывает то затруднение, которое, как правило, мы вообще испытываем при принятии определенных решений. Мало ли из нас людей, которые работают управленцами высокого уровня, которым очень легко и просто даются решения. То есть это, в принципе, достаточно сложный процесс. А в нашем случае он еще и отягощенный. В принципе, на успешность решения влияют такие факторы, как наши внутренние установки. Что это значит? Ну вот, мы привыкли, что на стуле нужно сидеть. И если мы сейчас будем приводить простейший пример, то для того, чтобы что-то снять с полки, мне нужно вспомнить, что на стул еще можно встать двумя ногами. Самый примитивный уровень, если я не допускаю такой вариативности, стало быть, для меня выбора никакого и нет. Задача моя будет недостижима. Очень важен эмоциональный, мотивационный уровень. И тут даже целый закон выявили, Еркс и Дотсон, что наилучшие результаты при принятии решения имеют место при средней интенсивности мотивации. Для нас с вами это очень важно, потому что мы говорим о принятии решения по выбору лечения. То есть я уже вопрос своего здоровья и своей жизни и смерти решаю. И тогда что получается, сейчас мы дальше посмотрим, сверхзначимость этой задачи мешает нам снизить накал страстей и подумать об этом достаточно отстраненно. А это единственная возможность принять правильное и взвешенное решение. Успешность решений в том числе зависит и от личностных особенностей. Ну и здесь перечислены те, которые в принципе вполне себе допустимо натренировать. Это гибкость, инициативность и уверенность. Эти задатки есть у каждого взрослого психически здорового человека. И на поведенческом уровне они, как правило, демонстрируются способностью удерживать свои эмоциональные реакции, долго и спокойно сидеть. Вовсе каждый из вас, кто сегодня не испытывал с этим затруднения, вполне способен обратиться к своим внутренним ресурсам, развить их и натренировать, и таким образом улучшить свою потенциальную возможность принятия решений в ситуации высокой значимости. Психология принятия решений – это процесс идентификации альтернатив и выбора среди них, основанный на ценностях и предпочтениях самого человека, принимающего решения. И тут мы переходим к категории минимального анализа, то есть от того, насколько мы знаем хорошо самих себя, свои особенности, настолько нам в целом проще справиться с такой задачей, как выбор собственного лечения. Описаны шаги принятия решений, вот, например, по Джанису Иману, всего-то навсего оцени проблему, актуализируй ее, да, посмотри, какие варианты, взвесь, оцени эти варианты, сообщи окружающим о выбранном, и потом прими решение, невзирая на риск. Казалось бы, ну чего проще, все же написано. Но мы с вами помним, что мы в это время находимся в состоянии сверхсильного эмоционального напряжения, и процесс анализа в условиях выбора с целью принятия оптимального решения в нашем случае затруднен. Есть такой термин – паралич анализа. Как только эмоциональный хаос накрывает меня, овладевает мною, сразу у меня наступает аналитический паралич. Еще раз, да, паралич анализа наступает при возникновении чрезвычайного эмоционального напряжения в условиях сверхзначимости поставленной задачи. А мы с вами помним, что есть такой закон, что только усредненная мотивация приводит к правильному принятию решения. И в сущности все, что мы сегодня с вами будем делать, это научаться снижать сверхзначимость этой задачи, размывать ее. Вот те, кто ходит в группу, в разное время ходил, знают, что, в общем-то, этим мы в основном занимаемся, овладеванием навыков самоконтроля с целью выравнивания эмоционального состояния и дальнейшей мотивационной составляющей. В условии, вообще в принципе напряжения, это сосредоточение сил, внимания при осуществлении действия. Совершенно нейтральная категория. Если бы мы с вами не испытывали психоэмоционального или физического напряжения, они были бы совершенно беспомощны и плохо бы функционировали. Вопрос меняется, когда это напряжение становится сверхсильным, а оно формируется в ожидании возникновения негативных последствий того решения, которое мы пытаемся принимать. Вот эту позицию нам нужно с вами каким-то образом выровнять. Давайте посмотрим, как. Как только мы говорим о напряжении, сразу следующее за этим что? У меня будет стресс. Кто ходит сюда регулярно, уже устойчив к этому фактору, и знает, что это безоценочная совершенно категория, что стресс это всего-навсего эмоциональная реакция, которая развивается раньше других, она активизирует вегетативную нервную систему, и ее эндокринное обеспечение. Но при длительном и многократном повторяющемся стрессе эмоциональное возбуждение действительно может застаиваться. Стресс сам по себе функция нейтральная и даже полезная. Если бы мы не активировались, мы бы не могли избегать многих опасностей, и вообще снизилась бы наша активность. Так вот эта вот нагрузка и напряжение в норме своей называется эостресс, давайте вспоминать. И это то, что делает нас живыми и активными. И только при продолжительной нагрузке называется дистресс и начинает нести свою дисфункцию. Для того, чтобы мы не попали с вами в дистресс, мы и снижаем уровень значимости в ситуации выбора. И делаем мы это с помощью психологической коррекции. Ну, те, кто обращается за помощью, могут это делать под руководством специалиста. Но, в принципе, это вполне доступно делать и самостоятельно. Если вы это умеете делать, ну, вы помните, что мы в основном нацелены на целенаправленное динамическое изменение отдельных психологических функций, психического состояния в целом посредством специально организованной психической активности. То есть мы задаем себе некую задачу и ее прорабатываем специальными упражнениями и методами. В данном случае, когда речь идет о принятии решения, можно говорить о трех этапах психокоррекции. Первый этап в нашей ситуации обязательный. Это взятие эмоций под контроль. Потому что это тот решающий момент, который в дальнейшем поможет нам выйти на функциональный анализ и позволит нам конструктивно рассмотреть принятие нашего решения. И есть некий вспомогательный этап, который можно использовать сквозняком с самого начала и до конца в тот момент, когда я чувствую, что эмоции все-таки меня захлестывают. Первое, о чем мы говорим всегда, я даже слайд не стала менять, да, из прошлых презентаций. Первый шаг на пути самоконтроля – это нормализация ситуации. Что самое опасное в случае, когда мы действительно сталкиваемся с фактическим напряжением в связи с тем, что действительно мы болеем, это трудно проигнорировать. Это страшно. Главное – не испугаться самого страха. Помните, признать его правомочность и разрешить себе побояться. Как только снизили требование к себе быть всю жизнь стойким и смелым, сразу ресурс высвобождается и жить становится значительно легче. Кроме того, что не бойся самого страха, работай на понижение тревоги. Поставь себе такую задачу. Признав себя пациентом, признав ситуацию опасной и эмоционально дискомфортной, я ставлю себе задачу отслеживать уровень своей тревоги и научиться с ней совладать. То есть освоить навыки снижения эмоционального напряжения. Еще один слайд, который здесь в зале многим знаком, потому что я вижу много знакомых лиц. Как можно снизить тревогу, признать, что признать? Свои негативные чувства. В связи с этим, в связи с тем, что я пациент. Утилизировать их же, свои негативные чувства. Ну и потом у меня высвобивается ресурс для того, чтобы что-то планировать. И за это я должна себя поощрить. То есть, помните, да, родительская позиция, наш внутренний родитель заботится о нашем внутреннем ребенке и всячески стимулирует его к прохождению правильных путей развития. Ну, те, кто ходит в группу, наверное, представляют, о чем я говорю, а остальные приходите, обсудим это. Какие чувства в ситуации, сверхзначимой ситуации? Какой негативный ряд? Растяренность есть? Есть беспомощность, подавленность, безнадежность, раздражение. И хорошо, если уже гнев. Вспоминайте, гнев – это оживление, гнев – это ресурсное состояние, выход из ситуации. Он хорош тогда, когда я в нем не застреваю. Так вот, на первом этапе мне с этими чувствами, моими, надо разобраться. А в случае, если мне нужно принимать решение, разобраться нужно быстро, достаточно быстро. Как это можно сделать? Ну, давайте, сейчас мы не сможем никак этого попробовать. Я чуть-чуть намеками покажу. А вы просто попробуйте в себе отклик какой-то найти на физическом плане. Ну, первое, что мы делаем, дифференцируем или различаем эти чувства, что я сейчас чувствую. Ну, на секундочку сосредоточьтесь, что сейчас может быть усталость, раздражение, любопытство, интерес. Лучше какое-то негативное чувство, но легкое раздражение, я засиделся. Хорошо бы его назвать вслух, ну, или записать на бумажке. Сейчас можете назвать его мысленно. Хорошо его зафиксировать. А дальше его нужно усилить. Если я чувствую подавленность, например, сейчас раздражение тренировать не будем, а то вы сейчас все скачите и убежите. Ну, давайте представим, что я вас подавляю. Вы подавлены. Его нужно усилить. Его нужно усилить на уровне уже тела. Да, ну уж подавлен, так подавлен. Совсем, да? Завязался узелок, упал с креслица, лежу на полу и тихо плачу. Как только слезы пошли, значит, чувство уже отрабатывается. Если речь идет о раздражении, раздражение тоже нужно каким-то образом усилить и отработать на уровне поведенческом, да, какой-то безопасный жест. Но трансформировать распознанное и названное чувство, усилив его в действии, придется. Это самый простой путь снизить эмоциональное напряжение, да? Еще раз различить, назвать, усилить, отразить в действии и после этого снова интроспективно себя посмотреть. А сейчас что? Да? Была подавленность, лежать на полу надоело, хочется встаться. Ого, это некоторое уже оживление. Было раздражение, я улыбнулся, посмеялся. Оно немножко спало. Происходит все-таки минимальное какое-то выравнивание психоэмоционального фона, даже в условиях того, что вы просто остаетесь на местах в этом зале. Как только я взял чуть-чуть под контроль путем разрядки своих сильных чувств ситуацию под контроль, можно уже переходить к следующему этапу снижения тревоги. Попытаться выйти за рамки актуальной напрягающей ситуации мысленно, или те, кто занимается этим на занятиях чисто физически выйти из этого круга. И там, из позиции наблюдателя посмотреть на эту ситуацию со стороны. На секундочку представить, что это сейчас не касается напрямую меня. Я всегда в это вернусь, я не упущу это состояние, но сейчас я могу позволить себе на минуточку выйти за рамки этой ситуации и просто ее поразглядывать. и вспомнить о том, что в любой ситуации это вообще в моей жизни есть три значимых фактора. Это фактор время, который, суть понятия, очень относительная, но когда нам нужно принять решение, то есть ощущение такое, я не успеваю, я не успеваю. Так вот, выйдя за рамки этой ситуации, посмотрев на ситуацию со стороны, чтобы я мог сказать человеку в этой ситуации, я бы сказала, ему всем нужно время, ничего страшного, некоторое время у тебя есть, возьми чуть-чуть паузу, возьми тайм-аут, отдохни, и когда ты отдохнешь, ты примешь решение, то есть напомнить себе из нейтральной позиции наблюдателя, что время для размышлений нужно любому человеку, в какую бы ситуацию он не попал, и что вообще-то я обычно справляюсь со всеми решениями, которые мне приходилось принимать в жизни. Я приму это решение. Я приму его, исходя из своих личных особенностей. Да, я слышал, что более гибкие люди, более успешно с этим справляются, а я вот не гибкий человек. Ну, все, значит, решение будет такое, как я его приму, но это будет мое решение. Я присваиваю себе ответственность за это решение. Я этого не стыжусь, я не боюсь этого. И я приму оптимальное решение. Оптимальное решение это всегда решение про меня. Не такое, как у соседа, не такое, как вообще кто-то в интернете написал. Это будет мое решение. И вокруг меня есть мир. Формальный круг и близкий круг. Мы с вами говорили всегда о том, что это не всегда про рамки и границы семьи, работы и дружбы. Это другая категория. Но вообще-то мне лет уже немало. И я примерно представляю себе, к кому бы я мог обратиться за нейтральной поддержкой. Кто не перегрузит меня своими эмоциями. Кто-то в моем окружении способен нейтрально обсуждать со мной вещи, которые для меня сверхзначимы. Ну а если уж совсем никого нет, ну ладно. Вот Марина Борисовна знает тех психологов, которые работают бесплатно. Можно и к ним обратиться. У меня есть ресурсы. Как только мне удается эмоционально с собой совладать, мои ресурсы для меня становятся очевидными. И в целом я обсуждать буду любую проблемную для себя ситуацию только с теми людьми, которые действительно смогут оставаться нейтральными, не заведутся, не расплачутся, не напугаются, смогут мне помочь посмотреть на ситуацию из позиции нейтрального человека, а не накрутят меня в связи с этой ситуацией. Как только я проделал всю эту титаническую работу, а те, кто занимается этим регулярно, знают, что это происходит очень быстро. Стоит только освоить этот навык саморегуляции. И я еще не подумала, только подумала о том, что происходит, а оно уже само начинает работать. Потому что я уже стремлюсь в бессознательность, стремлюсь к состоянию покоя, потому что в нем я чувствую себя комфортно. То есть стоит только наработать этот алгоритм. А мы говорим о том, что навык формируется после десятикратного употребления, направленного воздействия. И тогда эта ситуация начинает меня выручать, даже тогда, когда высока ситуация неопределенности. Ну, например, у меня вот такая пачка бумаг в руке, и мне что-то с этим нужно делать. И если я натренировался приводить себя в порядок, оно начнет работать. Так вот, как только я эмоционально более или менее снял этот накал страстей по поводу выбора жить мне дальше или буквально завтра я умру. А мы ведь с вами не это обсуждаем, когда смотрим программу. Если вам предложили участие в этой программе, это точно, что ресурс у вас есть. Туда не берут людей ни в терминальной стадии своего заболевания, ни людей, которые не в состоянии принять решение. Как раз на стадии отбора эти люди не попадают в программу. То есть, если я получил эту пачку бумаг в руке, окей, меня рассматривают как взрослую продуктивную личность, способную принести пользу человечеству. я могу заняться анализом. Непосредственно анализом. То есть, расстелить задачу на части, а вот буквально по листочку разобрать и читать по очереди. Значит, все, что мне кажется, я понял сразу, я подчеркнул карандашом. Остальное, что-то плохо я сейчас усваиваю, просто отложил в сторону. Я не форсирую события, я не пытаюсь запихать в себя немедленно, все и по порядку. Нет. Я раскладываю эту пачку на две стопки. Понятно? Не очень понятно. Ту, которая абсолютно понятна, завтра на всякий случай еще переберу. Пересмотрю, опять-таки, на доступность, недоступность. А тру, которая непонятна, тоже пересматриваю, возможно, что-то устрою, а возможно, на каждом листочке напишу ответственное лицо. Вот это я позвоню господину Полторацкому. Вот это я подойду к врачу, которого называю лечащим. У каждой задачи будет ответственное лицо. Как только хаос эмоциональный снижен, я вижу это абсолютно ясно. То есть, рассмотрев отдельные части, найду нейтральных помощников и обсужу с ними трудные места. Третий вспомогательный этап, те инструменты, которые могут у меня быть под рукой, но если я захочу их освоить. Это просто упражнение на снятие напряжения и на анализ. Элементарный, простейший анализ. Возможно, кто-то из вас этим пользуется, наверняка все про это слышали, но зачастую в состоянии эмоционального напряжения мы самые простые, самые явные вещи не можем употребить, пока не сняли это напряжение. Итак, это упражнение плюс и минус, квадрат Декарта, парадоксальная интенция и задание подсознанию. Опять же, посещающие группы люди понимают, о чем мы говорим, остальным я сейчас быстренько объясню. Совершенно элементарные вещи. Поделили листик пополам, поставили в одном месте положительный знак, в другом отрицательный графе. И очень важно спонтанно, не стараясь выполнить что-то правильно, спонтанно накидать в каждый столбик до 15 параметров. Например, вот плюсы и минусы того, что вы сегодня приехали сюда. Плюсы быстро, да, я прогуляюсь, выйду из дома, может, пользу какую-то получу, слышу, узнаю, увижусь, научусь. И минусы, да, мне будет холодно, я наверняка устану, может быть, я буду разочарован и что-то там еще. Для каждого это совершенно своя отдельная история. быстренько прописал, куда-нибудь отложил, на следующий день вернулся, пересмотрел, поставил, ну вот эти вещи друг друга нейтрализуют, плюсов значительно меньше, одни сплошные минусы, в следующий раз не поеду. Ну, или как-то по-другому. То есть, это совершенно простейшая технология, если помнить, что первый этап я делаю абсолютно спонтанно, и потом откладываю этот листик, ну, для того, чтобы потом взять его более безопасно, да, то, что уже мною написано, оно для меня более безопасно, я не стараюсь, не прикладываю усилия, чтобы что-то с этим делать, я просто пересматриваю это и каким-то образом для себя оцениваю. Довольно эффективный метод. Следующий, квадрат Декарта, это уже не два столбика, то есть тоже два столбика, но четыре квадратика. И в каждом есть, что будет, если это, ну, и дальше произойдет, не произойдет, что не будет, если это произойдет, и что не будет, если это не произойдет. Такая смешная игрушка. На самом деле, в каждом квадратике, отвечая себе на этот вопрос, вы как раз и анализируете, выходите на уровень ясности, в вашей голове проясняются те вопросы, они систематизируются, в каждом квадратике в дальнейшем можно написать те же самые плюсы и минусы, и обрести какие-то ресурсы. Попробуйте, если захотите. Вы хотите зарисовать? Я к тому, что не менять слайд? Нет, в общем, действительно, это слишком просто, чтобы я этим воспользовалась. Ну, попробуйте, может быть, кому-то это подойдет. Вот метод парадоксальной интенции, да, но зато, да, лучший пример этому, да, я пациент, но зато мне доступна передовая медицинская помощь ведущей профильной организации, да, в данном случае, в нашем контексте. Вот это да, но зато, тоже очень простая вещь, но достаточно эффективная при рассмотрении любого вопроса. Любого вопроса. и задание подсознанию. Наверное, вы догадываетесь, о чем речь, да, перед сном нужно сформулировать четко и ясно некий вопрос, потом представить себе, что все, оно само как-то решится, и утром вернуться к этому вопросу и спонтанно записать на него ответ. Самое главное в этом упражнении отнестись к упражнению нейтрально. Как всегда, любая сверхзначимая оценка, чего бы то ни было, обесценивает результат. Если я буду относиться к этому со сверхответственностью, ну, скорее всего, мое подсознание не освободится, ничего мне обратно не продиктует. На самом деле, человек всегда знает о себе больше, чем он думает, и при принятии решения мое подспудное интуитивное убеждение в том, что принесет мне пользу, а может быть, измотает меня, да, если я тревожная личность, тогда зачем мне эти риски. К утру чаще всего ощущение того, как мне нужно поступить, уже более или менее сформировано. Ну, если я слишком серьезно отношусь к этой задаче, я, конечно, могу быть разочарован, но тогда еще раз себе напомните, мне же врач говорил, что, ну, не нужно придавать уж такое огромное значение таким вещам. Возможно, это не мой метод. Любая, да, психологическая коррекция в данном случае тем более своей целью имеет снижение уровня восприятия сверхзначимости ситуации до уровня продуктивной значимости. И в результате психологической коррекции изменяется отношение к травмирующей ситуации, в данном случае к ситуации выбора лечения. И высвобождается этот самый когнитивный ресурс, который позволяет сделать качественный анализ и выработать оптимальное для меня решение. Вне Петрова формируется новый формат групповой работы. Это тренинги, это совершенно краткосрочный формат однократного посещения, которые как раз и призваны упрочить эти навыки психической пластичности, ассертивного, то бишь уверенного в себе поведения и навыки оптимизации саморегуляции. Особенностью работы в этой группе является то, что эта группа гомогена, то есть вы попадаете в среду себе подобных людей, у которых цели и задачи примерно идентичны. Всегда это работа в мини-группах. Понятно, что специалисты нашего профиля ориентируются в тех проблемах, которые являются для вас важными. Я имею в виду, знают об особенностях лечения. Ну и кроме того, это, конечно, не коммерческий проект, поэтому по стоимости гораздо более доступный. Но опять же повторюсь, что у Марии Борисовны такая помощь на сегодняшний день. По-моему, да, и тренинги ведут. Ай-яй-яй. Ну и хорошо. Ну что ж, закончу на том, что качество моей жизни в моих руках. Это первый постулат ассертивного поведения. Я взрослый человек, я могу себе доверять, и когда я немножко возьму себя в руки, это несложно, я приму единственное правильное для себя решение, чего вам всем желаю. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У кого какие, все-таки, может быть, есть вопросы? Про тренинги. Будет по одному тренингу в течение месяца для того, чтобы на него записаться. А мы всегда ждем группу, пока пять человек не собралось, мы не стартуем. Но для того, чтобы записаться в лист ожидания, нужно позвонить в колл-центр. Сейчас эта модель работает. Как только пять человек набирается, мы обзваниваем. Ну, то есть, мы сразу по записи обзваниваем, потом обзваниваем, приглашаем и стартуем в положенное время. Надо посмотреть прайс, по-моему, это 500 рублей за три часа работы. О! Так это нормально. Что? М? Что, Марина Борисовна? Это дорого? Нет, это нормально. Я даже о-о-о! А, спасибо. Ну, прайс можно уточнить в том же колл-центре, у них все это расписано. Нас уже оценили. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok